Дни летят Добрый вечер, уважаемые телезрители Семейный альбом сегодня в гостях В многодетной семье Шипоша в селении Ново-Ивановское Сергей Михайлович, познакомьте, пожалуйста, нас Со своими самыми близкими и дорогими людьми Жена Наталья Васильевна Внучка Сонечка Дочь Елена Которая заскочила на минуточку Внук Толик Настя Залина Кристина Дочь Катерина Это внучка Кариночка Внук Виталий Внучка Дарина Дочка Поля А это, наверное, самый младший, да, у Вас? Это младший Максим и его мама Наташа Очень приятно А так у нас семеро Три сына еще, которые на работе Старший служат по контракту А средний и младший также работают Внук у нас хочет перейти к деду, правильно делает Преемственность поколений, скажем так По главе семьи Детки все женаты, замужем? Нет, трое еще, два сына И женаты И дочь Не замужем То есть у Вас семья, по-моему, будет все расширяться и расширяться Вам, по-моему, стола вот этого уже будет не хватать Сергей Михайлович, откуда Ваши корни? Потому что фамилия Шипоша, она достаточно такая редкая И не на слуху Интересно нам будет узнать Предки переехали из Полтавской губернии Сюда, здесь Выкупили, сразу боксанский здесь есть хукор Там выкупили земли себе Разработали И потом пошло уже Потом коммуны организовали Сельхозпредприятия Колхоз, вот сейчас колхоз Вернее, уже с ХПК Леницы Это уже преемник тех Их было здесь на каждом хуторе Боксанский, там Курский Что-то означает Ваша фамилия? Переводится как-то? Нет, не переводится Не переводится Также Польша Как здесь тогда знакомились? В клубе, на танцах Любили на танцы ходить, да? Ну, больше некуда Больше не было Ну, расскажите, как было это? Ну, познакомились, встречались Не один год Ну, наверное, не только Наталья Васильевна Была в клубе Там же, наверное, и другие девчата стояли Выделялась А вот, вот Чем же выделялась? Расскажите Что-то Вас привлекло? Ну, конечно Стрела Амура? Да На первом этапе застигла сразу Конечно Сразу самый красивый нос У Натальи Васильевны, да? Наталья Васильевна, а вам чем приглянулся Сергей Михайлович? Ну, он тогда еще в ансамбле у нас пел На гитаре Первый парень на деревне Да? А вот Альчо уже вот все Красивый Добрый Юморной Мама всегда его царство небесное говорила Хулиган Несерьезный А говорит, он мужик Оказалось наоборот По стечении жизни поняли, что очень все серьезно А решение пожениться пришло сразу или как? Или вы повстречались? Мы встречались два с половиной года Да Потом уже решили пожениться Он учился в Одессе Мариман Данила заплыла Вот с такой бородой пришел А вы ждали? Мы ждали Ну, поженились и родилась Или родился кто? Родился сын Сын старший Сергей, да В 78-м году, 27-го февраля Родился Поженились 23-го апреля 77-го года В 78-м родился Сергей Потом в 79-м дочь В 81-м дочь Производство не останавливало В 83-м дочь В 84-м сын Наконец-то В 86-м дочь А потом в 87-м опять сын Ну, на этом остановились Новый год День рождения Ну, вот мы всегда отмечаем День свадьбы нашей Вот, кстати, у вас нет фотографий Почему? Ну, вот Так вот жили Время не было такой цивилизации Как сейчас Не так уж развито Все было Сложно было фотографа найти Какие были фотографии? Дефицит Серьезно Работали Дом строили Детей поднимали Вот это все Не до этого было Стройку мы месяц там пожили И мы сразу же начали стройку Ну, было не до фотографий Во-первых Ну, во-вторых Сложно было здесь Сфотографироваться А так Нужно было ехать в город Чтобы сфотографироваться В апреле Поженились Потом летом Не помню В какое время Накупили здесь домик Который сразу же Выгорнули Осталась времяночка Которая жили И начали строиться Строились 7 лет В 84-м году Зашли С 84-го года Жили Здесь Ну, потому что Сложно, наверное И детей нужно было поднимать Конечно И строиться Но весело Ну, весело Очень Вы не отчаивались Я так думаю А праздники у нас Каждый день У нас каждый день Маленькое день рождение У нас каждый день Собираться Если не на обед Значит на ужин В основном все Особенно вот они Малыши Малыши Ну, на Новый год Наверное я вообще Не спрашиваю Это просто На Новый год Да, это все Все собираемся Часто вот так вот Их соберу Шашлыки Или пойдем на горку Зимой на горку Ходим Летом, весной В лес Ходили вот с ними Частенько Как вы успеваете Как вы успеваете Как вы успеваете А бывает вообще Что в доме Никого нет Кроме вас Каждый день Лена Почему такая профессия Не знаю Мечта Детства С детства мечтала Быть Ну, не с детства Ну, вот, да Уже Ездила в Нанчик В школу В молодежи Она уехала сама Там все это Устроилась Потом только приехала Сказала Я буду ездить В школу молодежи И там вот у них Был преподаватель Я уж сейчас Не помню его фамилию Холчин То, что буду поступать От школы милиции Еще в восьмом классе знала Вот, отговаривали Тоже все время Лена, выбери Другую профессию Нет Мама ругалась Все время Ну, а что привлекает Лена? Нравится? Да не знаю Нравится Иногда надоест Думаю Все, уволюсь Сижу И думаю Куда я пойду И нахожу себя В другом месте Не знаю Лена, у нас кто? Инспектор Подвами совершеннолетних То есть, получается Постоянно Воспитательная работа Ну да Лена не замужем Нет Вот пока не имея своих детей Трудно найти Вот этот вот контакт? Все дети разные С кем-то легко С кем-то трудно С кем-то с родителями труднее Чем с детьми найти контакт Но каждому нужно подбирать Конечно Свой индивидуальный подход Конечно Вот когда не получается Отчаиваешься И хочешь уйти с работой Или как? Когда устаю Когда устаю Времени свободного мало Ну, такое редко бывает Это еще давно Я начинала вообще С патрульно-постовой службы Два года работала там Да И вот в октябре 28-го Было два года Как работаю инспектором службы Вот По делам несовершеннолетних Наверняй Ясно А так начинала С самого начала Потом потихоньку Потихоньку Да Ну, главное Есть желание Есть стремление Желание есть А когда такие симпатичные полицейские У нас будут служить Я думаю У нас и преступности меньше будет И подростки будут послушнее Ну, да Училась отчина на юридическом Вот, спасибо маме с папой Обучение было платное Было дорого Тяжело Ну, папа с мамой мечту осуществили Да Вот, большое спасибо, конечно Катя, золотая середина у нас Чем занимается у нас Катя? Воспитывая детей дома Домохозяйка Да Сколько у нас девочек? Двое Двое девочек Ну, расскажите, мама Какие у нас девочки? Чем отличаются? Хорошие девочки Помогают маме дома Да, маме помогают хорошо Карина и Залина Карина и Залина Помощница маме Каждый день я встаю И песенку пою Про самую лучшую мамочку мою Мамочка моя милая Самая красивая Нежная любимая Мамочка моя Все семьёю большой Дружно мы живём Мы рисуем, поём Строим новый дом Биллиард, волейбол Любим поиграть Путешествовать с дельфином Плавать и нырять Мамочка моя Милая Самая красивая Нежная Любимая Мамочка моя Любите бывать у деда с бабушкой? Да Чем нравится? Какой у нас дедушка? Какая бабушка? Хорошая Так, Карина у нас будет говорить о бабушке А Залина у нас будет говорить о дедушке Хорошая Ещё какая? Добрая А ещё бабушка какая? Пугается? Часто бывает? Нет? Не бывает Скажи, всё бывает, да, Карина? И порвает, и пожавеет А Залина? Про деда что нам расскажет? Деда у нас хороший Строгий, сильный Строгий, сильный? Или сильно строгий? Строгий А бабушка? А Боша ругается часто Ну, наверное, по делу По делу Ну, у нас это Хорошая Ну, когда мы Это Ну, они нас иногда ругают Если Ну, по делу? По делу? Да, да, если мы им уже надойдем Расскажи по секрету По секрету расскажи За что ругают? Ну, если, например, что-то Разбили Например, если на мусоре Или диван По этому Ты знаешь Я бы за такой тоже ругала бы Когда мусорят Только по делу Ну, по делу А вообще бабушка с дедушкой хорошие? Да Ну, Толик Расскажи ты хоть что-нибудь Ты такой серьезный парень Все время молчишь и молчишь Расскажи Дедушка с бабушкой хорошие Дед вас чему-нибудь учит? Толика О, дед рыбалку, значит, любит Да Много раз там нас туда брал Ясно А вы любите рыбачить? Да Да А Толик? О, Софья Рыбачка Соня Кто любит рыбачить? Поднимите руки Деду не скучно на рыбалке Я даже когда у папы Выра на озере Папа мне дар кукурудочек Я бросила Рудочку И сровира рыбу Вот ты молодец какая А кто больше ловит? Дед или ты? Я Сколько штук словила? Ух ты Ольга у нас Какая дочь? Если Катя золотая середина Она первая дочь Первая дочь После сына Почетное второе место Ольчка, чем занимаемся? В данный момент Декрасно мог приступать А так Работаем высококолениц На консервах Ясно Чудо ваше Мы росли Год еще и Деньги Вот два чуда Ну это Чудеса Рысь чудесные Да Как вы их различаете? Одна меньше Самого рождения На шесть Соли грамм Не тратится Продолжает держать фигуру Да Как имена? Кристина и Анастасия Анастасия Сколько годиков тебе расскажи Кристина Ого-го Шестого декабря Два с половиной Два с половиной Два с половиной Два с девять По три Ага Иди Ой, тебе Господи Тебе халясер Помаши дяди ручкой Помаши Вот молодец У нас получается Младший сын Еще неженатый Младший Средний Еще два нежената Значит Фамилия Шипоша У нас будет Продолжение Сергей Михайлович Наталья Васильевна Вот скажите Если оглянуться назад Захотели бы вы Поменять что-нибудь В своей жизни? Нет Разве что Еще больше было Еще больше Детей Ваш рецепт Семейного счастья От семьи Шипоша Какие там Должны присутствовать Ингредиенты В этом хорошем Пироге счастья Семейного Любовь Трудолюбие И все остальное Самое главное В семье должна быть Любовь и взаимопоизвание Все будет хорошо Нужно любить детей Воспитывать Воспитывать их Чтобы они любили Друг друга Чтобы жили Одной семьей Вот тут у нас Трое живут отдельно Старший сын Катя и Оля Живут отдельно А все равно Собираются Каждый день Кому что-то нужно Помогают То есть за советом Всегда приходят В родительский дом За советом Так вот У нас же Мы в деревне живем Огороды Это самое главное Где-то что-то посадить Они все вместе Собираются Сажают Убирают Так же и у нас Маленькие Маленькие В общем Молодцы Стараемся И мы стараемся Чтобы они жили дружно И они стараются И они своих детей Так же стараются Распитывать Чтобы они Убирают И они с собой жили дружно Маленькие Волосы Ну давай про ежика Ну давай про ежик В лесу Бедный ежик Бедный ежик Мы считаемся многодетной семьей. Хотим, чтобы на Болгарии было побольше таких семей. Чтобы было больше детей. Чем больше будет детей, тем меньше будут дурных мыслей говорить. Все будет направлено в воспитание. Сергей Михайлович, Антония Васильевна, желаем здоровья на долгие годы, Чтоб вас стороной обходили невзгоды, чтоб счастье и радость не знали разлуки, Чтоб душу согрели вам дети и внуки. От нашей программы я хочу вам сказать большое спасибо, что вы нас пригласили в гости. Глядя на вас, хочется. Наши Кабардино-Болгарии создавали все больше и больше семей. Вам спасибо за ваш труд. Результат налицо. Результат замечательный. Мира, процветания и благополучия вам. Хрустальным голосом капели Звенит ребячий смех чудесный И мать сидит у колыбели Дитя лаская тихой песней И дом молитвой освященный Стоит открытый всем ветрам И учит бабушка-внучонка Словам отчизна, мама-храм Друг друга Друг друга храните Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друг друга Храните во все времена Живите Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сначала загляните в семейный альбом, чтобы жизнь повторилась. Сначала загляните в семейный альбом. Сколько всякого мы позабыли, сколько снова забудем потом. Чтобы вспомнить, какими мы были, загляните в семейный альбом. Чтобы вспомнить, какими мы были, загляните в семейный альбом.